Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень быстрым и вкусным рецептом приготовления батонов по Кавказке. Что нам для этого понадобится? Понадобится 500 грамм просеянной муки, 360 миллилитров воды, чайная ложка соли, столовая ложка сахара, чайная ложка кавказских трав, приправы кавказские травы, можно использовать и столовая ложка дрожжей. Также во время замеса теста нам понадобится 2 столовых ложки растительного масла. Я буду тесто замешивать в хлебопечке, но это тесто очень легко замешивается и руками. Начнем. Берем чашу от хлебопечки и высыпаем туда муку. И приправы вместе с солью, дрожжами, сахаром. Все ставим в хлебопечку и замешиваем примерно 10-12 минут. Заливаем воду и включаем нашу хлебопечку. Теперь 12 минут будем замешивать тесто. Вот так вот получилось наше тесто. Смотрите, какое мягкое, податливое. Убираем посуду, заранее смазанную растительным маслом. И теперь примерно уберу на 2 часа в теплую духовку, разогретую где-то до 40 градусов, на 2 часа. Пусть тесто наше растаивается. Прошел час. Тесто у нас потихоньку растаивается. Ну, если сейчас его один раз перемешаем, поставим еще растаиваться на 1 час. Тесто очень мягкое, воздушное. Слышно, как взрываются пузырьки с воздуха. Убираем еще на часик. Подготовил доску. Берем пергаментную бумагу. Присыпаем ее немножко мукой. Посмотрите, как подошло наше тесто. Теперь вываливаем его. Разрезаем на 2 части. И сформируем наш хрёд. Присыпем его также мукой. Руки можно не жалить. Делаем вот такие вот прямоугольнички. Переложим листом, чтобы не слиплись. Накроем полотенцем. И примерно полчасика еще дадим расстояться нашим заготовочкам под хлеб. А пока включим нашу духовку на 220 градусов и разогреем ее. Прошло полчаса. Наши батоны расстоялись. Теперь делаем по 2 надреза. И сделаем 3. И убираем наши батоны в духовку. И теперь при температуре 220 градусов мы будем выпекать наши батоны 25-28 минут. Будем смотреть по готовности и румяности наших батонов. Прошло 25 минут. Такие вот батоны у нас получаются. Еще примерно 2 минутки подержу в духовке и будем доставать. Прошло 27 минут. И наши батоны полностью испеклись. Теперь полностью остудим их примерно минут 30-40. Попробуем порезать и посмотрим, какие они получились. До полного остывания лучше батоны не резать. Потому что они внутри могут быть еще немножко сыроватые. А когда полностью они остынут, они уже будут самое то. Остудил наши батоны. Теперь Вот такая корочка. Посмотрите, какой батончик получился. Смотрите, какой упругий, хороший батон. Рекомендую приготовить по моему рецепту. Батон очень вкусный, очень ароматный. Просто не представляете, какой сейчас приятный вкусный аромат приправа. На этом видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь, если не подписались. И обязательно, если видео понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь, если не подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь.